Иногда дюкзак, да, вставляют на маршруте 25,5 килограмм. Попали в жуткую антипогоду и не могли не идти ни вверх, не мог прилететь в вертолет. Мы его ждали, ну, четверо суток. Сынья реагирует очень болезненно, она не хочет отпускать. На неделю, наверное, вообще никакого не было, ни сообщения, как было обещано. Субтитры подогнал «Симон» Это другой мир. Родной второй дом, где ты приезжаешь, ты чувствуешь эту атмосферу. У тебя там уже и друзья, и знакомые. Восхождение, ну, больше на 50 это официально, а самостоятельных, ну, море я даже не считаю. Евгений Жулинский, альпинист первого разряда, член Федерации альпинизма России. После первого восхождения уже не представляет свою жизнь без гор. Единственное, что держит на равнине – семья, жена и маленькая дочка, которая, как мечтает молодой отец, однажды поддержит его страсть к восхождению. В мою жизнь альпинизм вошел в 2012 году. Это уже, ну, более 10 лет. Началось это просто с второго похода в Тимировскую область. Собрались с мечами и поехали. Там есть альплагерь. И там, ну, тебя отделяют на определенные отделения. И по совершенствованию они начинают с АЗОВ. У них там и инструктора, они сразу вторыми идут. У них определенные занятия там и практические, и теоретические. И за весь выезд они совершают всего лишь одно, единственное, но зачетное восхождение. Это она самая легкая, имеет категорию сложности 1Б. И им присваивают при удачной попытке нового восхождения, забывание альпинизм в России, и выдается значок. И вот так вот они постепенно совершенствуют. И начинаются более сложные маршруты, более высокая уже высота. Ну, там, и что вот начиная с АЗОВ, что любой желающий, он может себя, ну, попробовать в альпинизме. А дальше уже он увидит, необходимо ему это или нет. Он может быть сходит на 1Б, ну, на самую легкую и скажет, нет, это, ну, не мое. А может он и наоборот, что, о, мне охота и сложнее, и выше, и интереснее. Мы приехали в ТОР, и я увидел, что по этим скиталам можно наулазить. И, в принципе, ну, попытался, и получилось, ну, и все. И началось это быстро и стремительно, что вот за 10 лет, начиная от АЗОВ, и уже вот, ну, на максимуме. Самое нововоспоминающее, это было вот в 2019-м, на вершину Хантенгри, причем с севера. Она, в принципе-то, относительно не сложная, но мы, пожалуйста, на 6 тонн попали в жуткую интипогоду. И не могли не идти ни вверх, ни вниз, что выпал, ну, снегопады. И это все замерзло, и у нас засыпало все феревки, которые мы поддовешили, и мы не могли, ну, выдернуть. И за нами не мог, ну, прилететь вертолет. Мы его ждали, ну, четверо суток. Мы были уверены и в себе, что у нас была сильная октаманда. Мы даже хотели идти вверх, чтобы все-таки совершить нововосхождение и спуститься с противоположной стороны тары. Там более легкий маршрут. Но нам стали понять, что это очень большой риск. И точно так, но начинать уже сейчас, не ждать. Ну, и у нас, в принципе-то, было все, что и запас еды, и запас таза, и мы особо не переживали. Джеймс, молодец. Просто молодец. Это райс, это райс. Ну, погода не в нашу пользу в этом году. После завтра нет света, нет снега. Вы можете умереть в аваланже. Вы слышите? Моя рекомендация – идти в бейс-кэмп. У нас был один недостаток из всего этого, что у нас не выдерживала палатка. Она у нас уже разлеталась. Ну, если бы что-то произошло, топали бы пещеру, сидели бы там, ждали окно погодное, и спускались бы вниз. Палатка только опасна, чтобы, не дай бог, не упасть, ничего не сломав, чтобы пока ты можешь идти, это замечательно. Ты идешь вниз, и с каждым шагом ты все ближе к базовому лагерю, где уже ждут, где уже встретят, и там ты уже не пропадешь. В итоге мы спустились самостоятельно, все благополучно, но вот этот остался, но незавершенный маршрут, и я хочу его завершить, и может быть, и на будущем ДОТ, что в 20-м и в 21-м мы не смогли из-за пандемии, а в этом ДОТ у меня отделалась точка, и я вот, ну, пропускаю этот сезон. Ну, я думаю, и теперь наверстаю все. Семья реагирует очень болезненно, она не хочет отпускать, но она понимает, что мне это необходимо, и вот как-то так на взаимовыгодных отношениях ты езжаешь. Но обычно, кто занимается профессионально, он проводит большинство своего времени в тарах, и он, как правило, семьи не имеет. Вот это вот такая тенденция, но она есть. Но есть, кто приезжает с семьями. Вот это самое оптимальное, что и жена с тобой рядом, и ей это интересно, и она также совершает нововосхождение. У меня она никогда не была ни в дурных дайонах, никогда не занималась ни стололазанием, ни рядолазанием, ни таким видом спорта. У меня нет таких физических сил, и, пожалуй, я не способна выдерживать такие природные климатические условия. Мне даже, честно говоря, не очень хочется пробовать именно вот такой вид спорта. Для меня это чересчур суровая реальность, которую я чувствую, что я не выдержу. Я слышала все эти истории о том, какие были у них спасения с напарником друг друга, или еще кого-то из альпинистов. Мне, конечно, это было диковато, как вообще можно самому себе создавать такие ситуации жизненные, в которых ты еще и должен выживать. У меня было такое непонимание. Оно отчасти сохраняется сейчас, поскольку я сама этим не занимаюсь, но я стала относиться к этому поспокойнее. Это его выбор, и он понимает, на что он идет. В принципе, он уже достаточно много всего прошел, и я уверена, что этот опыт позволит ему справиться в самых сложных ситуациях, при том, при всем, что он всегда не один, а в связке с кем-то. Я не могу что-то запретить, прямо наотрез, но и не могу сказать, что я сильно буду рада, когда он уйдет, и особенно что-то пойдет не по плану, то есть, например, потеряется связь надолго, и ты просто не знаешь, о чем думать в эти моменты. ну вот последний раз где-то на неделю, наверное, вообще никакого не было ни сообщения, как было обещано, на телефон, даже с незнакомых номеров, когда, в принципе, должны отписываться, поскольку есть определенный сервис в этом плане, что все в порядке. С другой стороны, если что-то в принципе происходит, то я знаю, что звонят и сообщают об этом, а здесь вот просто было такое вот молчание, и поэтому вот это было сложнее всего переносить. самый возраст это вот с 18 до 35, где ты особо не задумываешься еще ни о чем, у тебя все по плечу, ты молод, ты силен, ты, так сказать, на пике и вот кто уже там за 45 они уже без этого не могут и они доходят до 60 лет, есть кто и до 70, есть и старше, они просто без этого уже не могут жить, они не представляют на себя без альпинизма. Я уже стараюсь заниматься экстремальными восхождением на более легкие, уже стараюсь идти максимально безопасно. Ты уже переживаешь, ты уже задумываешься, а вдруг что и как они одни там, и как раньше, что я был один, раз и быстренько мог за один вечер решиться и уйти ехать на месяц. Сейчас уже такого нет, сейчас даже на один-два дня уже это подонируешь все. Он рассказывает о том, кто куда из его друзей или напарник сходил в очередной раз, о том, какие они все молодцы, ну, видимо, очень это видно по нему, что его это коробит, что он пока привязан и не может никуда пойти. Я очень это понимаю, он на данный момент откладывал свои походы, поскольку понимал, что ребенок еще пока маленький. Его позиция в том, что когда ребенок встанет на ноги, хотя бы немного будет поувереннее держаться, то тогда можно будет сходить. Я готова его отпустить. С другой стороны, понятно, что будет не хватать его, и вот и как он сам будет в этот период себя чувствовать. Последнее восхождение было тяжело и ему, и мне, поскольку восхождение это требует много физических сил. он был и похудевший, и сгоревший. В общем, вот это калечение не может оставить равнодушной любого человека. Тем более, если ты понимаешь, что он сам на это идет и знает, что такое может произойти. При том, при всем, что в чем-то можно было предостеречься, вот он этого не сделал и в итоге пришел вот именно таким. Если не считать то и сначала усталости, которая, наверное, проходит, конечно, он приходит с чувством героя или какого-то победителя. И я, конечно, очень рада, что у него получается осуществить те цели, которые он перед собой ставит. Поэтому, да, он, конечно, восторжен, он рассказывает о том, что происходило в определенные какие-то, какие сложные были ситуации и так далее. В общем, какие-то подробности интересные, того, как, в принципе, люди себя ведут в разных условиях, в разных ситуациях, насколько вообще помогают друг другу незнакомые люди. Вот это, конечно, лишний раз очень интересно и оно как-то радует душу, зная, что незнакомые люди могут вот так вот помогать друг другу где-то едой, где-то спасти там кого-то или поделиться снаряжением. Вот это вот, да, это, конечно, достойно уважения. Самое тяжелое, что ты идешь в полной автономии, у тебя все с собой, все вещи с собой, это очень тяжелый дюкзак, это что, объемное, тяжелое снаряжение, это и продукты питания, это и газ, это если высота, это еще и кислородное оборудование, дюкзак, те подъемные. Ну, ты, естественно, часть вещей оставляешь в базовом лагере, ты дешь только, что необходимо на данном маршруте, но иногда дюкзак, да, составляет на маршруте 25, более, килограмм. Если есть новые возможности, делается заброска, что в несколько этапов, там, например, разбираешь маршрутные этапы и потихоньку, так сказать, перетаскиваешься из одного лагеря в другой. И на штурм ты уже тесно идешь с адежским рюкзаком, где у тебя основная давизия, аптечка, рация и что тебе необходимо. Ну, это где-то 10-15 килограмм. Собирается команда и решаем, например, мы едем в Тиргизию на пик Генина и там уже полонируем все. Если мы приезжаем в альплагерь, то мы смотрим по состоянию маршрутов, где можно пройти, где нет и смотрим, что нам необходимо. Если нам необходим на какой-то маршруте лед, мы выбираем, где этот лед понадежнее или где посложнее и выбрав, мы еще раз его обсуждаем, но выпускаемся у нашего тренера или инструктора и идем. в одиночку я нет. Я считаю, это не совсем поддально, что альпинизм это все-таки автоматный вид и лучше идти минимум вдвоем. Если соблюдать всю осторожность и безопасность, диск он минимальный. Если начинаешь нарушать два дайвла и где-то думаешь, а я не пройду и долезу без страховки или я это не буду применять, вот там риск. И диск обычно это от несчастного случая, что это или там тамнепад или лавина, где от тебя уже это не зависит. Для этого мы у себя в Омске и в Омской области проходим занятия, знакомим людей с альпинизмом и на занятиях уже видно, что сможет он или нет. Если нет, лучше сразу ему объяснить, что не твое это, выезжает в Дорный Родайон и отсутствует возможности быстро вернуться и там, например, 14 дней ему учиться, это точно сразу ему объяснить, что нет. Но иногда это ошибочная версия, что ты думаешь нет, он там не готов, а он показывает на маршрутах что он совсем другой человек и он может и ему это интересно и нравится. Не надо полагать, чтобы прийти в альпинизм надо прийти в магазин и на миллион набрать снаряжение. Если ты приходишь в альпинизм постепенно, то для начала тебе практически ничего не нужно, что выезды летом, не нужно пуховое снаряжение, не нужно массу официального снаряжения, а потом ты постепенно это все но подкапываешь и это идет постепенно. Если да, взять и посчитать сколько мне это обошлось, это уже полмиллиона это еще так сумма относительно, ты об этом не задумывайся, что это твоя жизнь и ты постепенно это или если бы ты взял автомобиль и ездил бы на нем и ничего не видел, ну как не видел, ездил бы в горы на какие-то восхождения, а здесь ты уже много попутешествовал и много маршрутов восхождений и друзья и там все-все-все и считаю, что нет, относительно вот за это все тебе дорогая сумма. сейчас стало дорогое все, но самое, что необходимо это ботинки, вот самые простые ботинки, сумма для начинающих, это уже сложно, поэтому может быть и вот дольше прийти в альпинизм, а вот в данный зал на стололазание здесь вот практически ничего не нужно. А потом уже, да, опять же, возвращаясь к данному залу, здесь необходимы специальные туфли, что здесь босиком не полазишь, они тоже затраты, но в принципе любой спорт он затратный, что футбол, что хоккей, что альпинизм. Самая удача, что отойти так сказать в свою команду, своего напарника и уже заниматься этим новопрофессиональным. У меня такой напарник есть, нас ознакомил наш тренер, наш инструктор, и он нас собел, и он нам уже сказал, вот вы вдвоем вы соброжите, и мы попытались дать честовительно, мы сдружились, работались, и мы стали единым целым. И ты уже знаешь, например, если он сказал, я устал, то это действительно, он уже не обманывает тебя, лучше его сменить и продолжить лидировать, чтобы, так сказать, его до конца не загнать, и уже потом вы ни вверх, ни вниз, и не дай бог, но несчастный случай. И чувствовать напарника это очень важно, и очень важно, что и он тебя чувствует. Хоть я рожден в Омске, всю жизнь я прожил в одном новом городе на равнине, но сказать, что это равнина, это не совсем так, что мы даже здесь доводим занятия, что мы доходим здесь, так сказать, салоны, на которые мы лазим, это крутая торка, и самое основное, что мы здесь проводим еще и соревнования по альпинизму, причем научемпионаты из Сибирского округа и Омской области, это научемпионаты и по редолазанию, по драй-тулингу и просто по альпинизму. В принципе, здесь есть все, для занятия спорта и для работы, чтобы зарабатывать. Здесь у тебя и друзья, и родственники, поэтому устраивает все. Вот есть незавершенный аршалют, это на Хантенгре севера, и именно севера, что он более интересный и сложный, но его надо бы завершить. Все-таки соберемся, соберем команду сильную и сходим, и закроем это, так сказать. Нужно уже, уже просто, но без этого очень сложно. и сходим. Ошел Продолжение следует...